Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня я покажу вам новый крутецкий набор из серии Infinity Nado и серии Crack. Он у нас типа баланс, и это очень здорово. Я хочу уже его открыть, поиграть, потому что это, во-первых, и классный чемоданчик. Можно прям кому-то будет прийти в день рождения, подарить такой чемодан. И человек реально, ребёнок порадуется, потому что, ну, в таком чемоданчике, согласитесь, солидно. Очень солидный, очень классный набор. Но это не просто такой набор, тут, казалось бы, нарисованы, а не сдвоены. Там такая мегафишка, друзья, вы даже представить и не можете. Скорее всего, ролика про этот волчок будет у нас три на канале сегодня, то есть сейчас, потом ещё попозже, потом ещё попозже, уже вечером будет ролик про него. Потому что рассказывать очень много, материала очень много, хочу вам дать, и в один ролик такое дело не уложить. Ну что ж, давайте приступать к распаковке данного набора. Очень хочется уже его посмотреть, потрогать, поиграть. Вот, там должно быть мега что-то очень крутое. Так, ого, вы видали? Ну это инфинити надо, это просто чума, ребята, это просто шедевр. Ну как это так, это классно, смотрите, как это здорово сделал. Я прям кайфую от крутых коробок. Да, главное всё-таки, ребят, красиво упаковать, красиво подать. Ну что же, давайте же откроем наш набор. Так, 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 так. О, ребятки, зацените. Вот, вот, вот солидно, согласитесь, солидный подарок, по-моему, очищительный подарок, просто очень круто. Два волчка, ключик и вот такая вот запускалка. Очень интересно. Давайте достанем весь набор. Так, здесь ещё лишь инструкция, ленточный шнур. Это нам в целом уже не нужно. Так, ну шнур стандартный, вот такой. У меня вот такой же есть, только зелёного цвета. Причём зелёного цвета они у меня все ровные, а вот этот немножко скривизной. Но это исправится, это всё не проблема большая. И давайте уже открывать сам набор наш скотчик. Так, сначала покажу вам ключик. Смотрите, у меня уже есть синенький и чёрненький, и теперь у меня в коллекции прозрачный ключик. Вот такая вот запускалка с ручкой. Ой, подождите-ка, она немножко другая. У меня тут я подготовила ещё одна. Смотрите, в чём прикол. Здесь у нас одно отверстие и здесь одно отверстие. То есть с этой запускалки он не будет запускаться влево и вправо. А вообще будет он запускаться в другую сторону? Узнаем. Это только у нас right spin. В отличие же от этой запускалки, он у нас, смотрите, здесь можно и влево и вправо лайфхак, я вам показывал. А здесь только похоже вправо. Но мне нравится, она такая, знаете, матричная запускалка. Наконец-то у меня появилась крутая чёрная такая ручка. Буду играть, буду запускать. С моей любимой зелёненькой палочкой. А зелёная здесь лучше, мне кажется, смотрится, чем жёлтая, да? Пишите в комментариях, что вы по этому вопросу думаете. Ну и два сегодняшних крутых гостя, это, конечно же, Super Whisker. А Super Whisker может вам, из линейки Crack, может напомнить линейку Split. Но это совершенно разные штуки. Смотрите. Здесь у него вот такой вот низ. А, кстати, давайте я сейчас сравню. Вот у меня есть вот такой парень. Очень крутой. И смотрите, здесь он разбирается на два, очень-очень просто. А здесь, смотрите, какая история. Это, получается, нижняя часть у него. Нижняя часть. И вот она, верхняя часть. Но у этой верхней части, ой, ничего себе. Ого! У него ещё колёсико вертится. Здорово! Это мне прям очень нравится. Смотрите. Видите, он как будто впал. То есть верхняя часть Super Whisker как будто впала. И что же происходит? Что кольцо Марса здесь, оно у нас внутри. То есть, как бы оно немножко, видите, оно снизу идёт. А здесь стоит уплотнитель. А это я вам покажу сейчас. Итак, сейчас я покажу, для чего эта функция. То есть, вы разбираете вот эту верхушку. Ну, скручиваете просто здесь аватарчик. Оп! И смотрите, вот здесь вот есть такая заглушка. Такая вот на щелчке. Очень крутая вещь. И теперь вы просто вставляете сверху Super Whisker вторую часть. И вот здесь доводите немножко... А, она сама там до конца доводится. И когда во время боя у вас происходит столкновение, это может случиться автоматически. А вы можете потом взять вот такой вот ленточный пускатель и дёрнуть во время боя уже самостоятельно. А так вот как это работает? Опа! Видали? Попрыгунчик. То есть, потом обратно его, соответственно, вот так вот вставляете. Можно же, наверное, сразу, да, его встать. О, да, готово. Заглушка до конца. Всё. И... Опа! Вообще потрясающе. Но смотрите, друзья, в чём тут фишечка. Сейчас я вам покажу фишечку. Что вот этим волчком, да, в целом тоже можно сражаться. Вот так он крепится на пускалку. Ох, как он классно вращается, ребятки. Потрясающе. И вот этим волчком тоже можно сражаться. Получается... Сейчас я поставлю. Опа! Ого, улетели у меня они. Тоже можно сражаться. Но если мы поставим кольцо Марса, которое находится на нижней части, поставим ему сверху, то уже объединить вы не сможете. То есть только в таком положении, когда уплотнитель у вас внизу, а кольцо Марса у вас... Ну, типа посередине, а кольцо Марса у вас снизу, только в таком положении вы сможете их уже объединять. Итак, ну что ж, давайте, наверное, в этом ролике я сейчас покажу... Проведу битву. Ну, не битву, а хотя да, давайте битву. Где тут у меня моя любимая Калейда Фокс? Вот он! Калейда Фокс. И... И нижняя часть забыл, как называется, ребята. Вы представляете? Базал-то их... Ладно, я прикалываюсь. Короче, давайте проведем одну битву в этом ролике, а потом уже разберем и посмотрим уже в другом ролике, потому что в один ролик все это дело, к сожалению... А, я не тот драйвер разобрал. Не тот наконечник, уже все запутался, настолько прикольная штука, что я просто уже хочу поиграть, реально. Я уже хочу поиграть, давайте. Попробуем, попробуем сейчас сразить, устроить столкновение. Давайте, я сейчас опущу камеру пониже немножко. Оп-па-па. Возьму арену. Так. Закреплю пока что супервискера, улучшенного супервискера. И сейчас я найду какую-нибудь крутую пускалку для Калейда Фокс. Какую бы мне взять? Вот. Ну все. Так, а у нас она на разборе, да, стоит на разборе. Три, два, один, надо! Надо! Ого! Наконец-таки достойный соперник, ребятки! То есть, если в случае с Калейда Фоксом вы не сможете никак контролировать ее взрыв, то в серии Крэг вы сможете контролировать. Пока он не взрывается, но можно попробовать как-то подковернуть даже. А у меня пока не получается. Там такая сложная схема. Оооо! А у нас Калейда Фокс разлетелась, друзья! Прикиньте, что произошло! Но все равно... А смотрите-ка, супервискер-то проиграл тот бой! Подожди, а как же она тогда... Как же тогда нам ее сделать так, чтобы она у нас... Интересно, интересно. Так, надо. Попробуем сейчас без соперников подковырнуть. Слушайте, у меня не получается, но я придумаю, как это сделать. И обязательно... О, е! Получилось, друзья! Все оказалось-то очень-очень просто. И теперь они начинают сражаться друг с другом. Вы представляете? Вот это... Ну, просто клево! Я не могу! Так, ну-ка, ребятки, тормозите. Сейчас попробуем мы еще раз сделать такой трюк. Я понял, как это нужно делать правильно. Так, это здесь у нас. Заглушка сюда. Все, сейчас мы вставляем. Готово. Так, огонь получается у нас. Я сейчас покажу, как это сделать, ребят, не переживайте. У вас тоже получится. Смотрите, надо. Вам, когда вы подсовываете туда эту штуку, вам надо немножко ее приподнимать. И тогда все очень просто слетает. И они начинают бороться. Как это классно! Когда ты это умеешь делать, это прям очень классно, друзья. Так, давайте... А я хотел, знаете, какой еще бой провести? Сейчас. Где-то у меня была... Была, была, была... Куда она улетела-то у меня? Куда-то у меня потерялся аватар. Ну, ничего страшного. Давайте мы сейчас возьмем аватар от Калейда Фокс и поставим вот сюда. Я хотел просто попробовать еще... Ну, такой, знаете, одиночный бой провести. Сейчас. Не одиночный бой, а... Попробовать... А, я нашел. Вот же аватар. Точно все. Под рукой был, я просто его не заметил. Оп. Там у меня упала. Табличка инфинити надо. Так. Готово. Ну что, просто хотел провести в конце выпуска одиночный бой. Погнали. Ого! Какой маленький у нас супер-вискер. А зелененький тоже получается вискер или супер-вискер? Как правильно. Ого! И смотрите. Ну да, супер-вискер, который верхний, конечно же, проигрывает. Ну что ж, друзья. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео лайком, пишите в комментариях, нажимайте на колокольчик. А заказать данные волчки вы можете по ссылочке в описании. А с вами был лучший ведущий, неугомонный Блейдер. Пока-пока.